ты в эфирном пространстве да хорошо тогда насчет 3 ноги в эфирном пространстве эфирное тело людмилы людмила 1 2 я ее вижу первое что я увидела это ее глаза вот так выпученные в ужасе каким-то вот таким как какой-то осколок вот справа в голове и вот в этом белом осколки вот эти ужасе глаза и вся правая половина черная и с правой стороны говорит какой-то демон мести то есть она подключена какому-то эгрегору месте ли что этот какой-то он со мной говорил он говорил что она не хочет работать что она не готова вот вот я показываю людмиле его сейчас он уходит вот вниз его отправляю сектор магии в секторе магии такие черные монашки они считываются с беленькими такими полосочками но эти полосочки не на голове а как-то на шее считывается как гипноз который ухватил их и они все вот одна за одной вот так стоят в одной такой петли и у людмилы она находится как в каком-то коконе и вот эти шарики пимпочки такие как пуговицы я говорю манипулирование их у нее сверху вниз от 5 чакры и 6 7 то есть все полностью аж до ног так хорошо считай эфирная днк людмила ли это это она у нее стоит программа на смерть считывается она как скелет как мертвая ее душа не на месте она находится в секторе интерферентов ясно спроси у нее разрешение на работу с ней для нее она говорит да хорошо спроси у нее она видит что происходит в ее пространстве она говорит нет что ей мешает увидеть она показывает на свою рациональную часть и вот так вот тыкнула и говорит ты она имеет большие претензии к своей рациональной части она показывает вот такие петли и говорит ты ходишь запутанными дорогами ты выбираешь только зло ты ненавидишь себя ты отсекла себя от творца то есть очень такая напористая вот говорит но это не удивительно говорилось молодец и говорю говори все что хочешь все рассказывай все претензии выставляй своей рациональной части может освободиться побыстрее и она берет вот там где сектор подписания контрактов там какой-то как стол и берет этот стол и бросает сектор магии там где вот эти монашки она кричит как они все надоели я говорю что рациональная отказывается от этого и гребера то попросила нас помочь в этом ну вот этот дух появляется сектора интерферентов он показывает что она ходит на работу от этой церкви а а я говорю да пошел ты вон мы ваши игры не играем хорошо хорошо и он вот уменьшился ушел туда я вижу что это выглядит в эфирном пространстве что у людмилы такая вот серая платформа под ногами которую фактически вот она выглядит так на такой платформе как бы внизу секторе магии стоят эти монашки она как бы чуть чуть выше и это как бы они вот как бы вот так держат ее на руках на ладонях то есть и вот руки их руки как бы их ее опора но я спрашиваю людмилу знает ли она она пост она-то знает вот рациональная часть не знает она мне только вот спрашиваю и она сразу мне отвечает она показывает вот этот фрактал к первоисточнику он и не очень очень хорошо он свободен практически и она фактически знает что если она откажется от того что дает от дьявол то естественно что творец нашей вселенной ей даст всего если мы делаем вы выбор на пользу своей жизни своей душе то недостатка ни в чем не будет ясно так века что ты видишь с чего начать но она что-то написала и повесила какую-то белую штучку хочу посмотреть что это хорошо с читаем формацию что это вот она вот сюда повесила как выбил вот имеется вот так треугольничек вниз вот я спрашиваю что это она говорит что символ власти а это у нее вот это тоже такой белый как выпил вот этот треугольник от левого глаза закрывает правый глаз не так вот символ власти демона вот иллюминаты почему глаз закрывает это он да символ власти вот этих демонов я спрашиваю увидит ли людмила у нее в глазах такие как черные колючки то есть программы я говорю что ее рациональная часть хочет зайти тот момент когда она подключилась к этому эгрегору отменить она что некрещеная говорила вроде нет насколько я понял как некрещеная могла в церковь ходить не знаю так пусть людмила покажет тот момент когда она подсоединилась к этому эгрегору что тогда произошло на счет 3 ты это увидишь 1 2 3 я вижу это в секторе продажи души выглядит так как будто бы какой-то священник такой большой человек одевает ей такой такие бусики на голову с таким тяжелым крестом и у нее рука сквозь эти пульсы вот так чтобы она показала какой контракт она подписала на счет 3 ты увидишь 1 2 3 вот появляется вот эта красная энергия продать душу и я вижу что от сектора интерферентов идет такой вот как волна красной энергии вот эта энергия агрессии пожирания а от нее утекает вот эта энергия души так хорошо пусть людмила покажет условия этого контракта какие условия я вижу появляется вот эта муха царица антимира она буквально ее пожирает и условия сожрать то до конца так видит это все людмила видит хочет расслуживать контракт хочет пусть она это сделает да я говорю ей чтобы она зашла в тот момент когда она решила ей пообещали типа денег но я вижу что деньги которые она получает с этого сектора просто перетекают сектор магии вот такой как ручеек с копеечек пусть она расторгнет этот контракт я вижу что у нее в руке появляется меч и она раз разрубает как будто бы суглоб вот такой между суглобами между костями знаешь вот так да вот в этом секторе и она это разрубила и одна большая это кость уходит в сектор магии а вторая в сектор интерферентов и появляется какая-то странная конструкция у нее в седьмой чакре эти кости как бы забита в седьмой чакру так хорошо пусть она эту конструкцию с ними ты положит на наш рабочий стол а ты считай информацию что это такое я вижу что это как символ она появилась она по очутилась таком как будто бы такое колесо ну имеет какую-то глубину она внутри там этот символ искаженный символ я слышу символ власти вот этот демонов этих и это искажение нас пришло на смену символа управления власти а управление божественными иконами от божественного источника она как будто бы получается там связующие свину внутри я вижу она снимает себя эти атрибуты монашки вот эти черные энергии такая беленькая полосочка вот и вот и как бы засовывает туда скопа между этими костями а почему кости о символ смерти это как этот скелет а он у нее считывался сразу прямо на выглядела как скелет не как духовная сущность а скелет вот оно как я говорю что она сейчас может это момент когда впервые она встроилась в этот символ пусть она покажет до 12 в любом месте и его воплощений я вижу кто-то ее как бы коронует какие-то два пальца она такая была большая а тогда и у нее такое как покрывала какое-то на на ней потом ей одевают эту корону а покрывала черное а под низом вот это белое и видно эту полосочку то есть она свою праведность как бы перевернула наизнанку и вместо праведности вот покрыла себя вот этим черным покрывалом энергии антимира и происходит вот этот какой-то ритуал и она целует какой-то перстень монашка и масонский перстень очень хорошо вот там циркуль и угольник вот это кольцо с такой печатью а этот священник как-то моргнул подмигнул куда-то кому-то обман я говорю чтобы людмила показывала что произошло дальше как она подписала этот контракт и с кем я приказываю всем сущностям которых которым подключилась в тот момент людмила явиться на наш рабочий стол так насчет 3 ты увидишь кто там находится 1 2 3 я вижу что появляется как мутант страшное чудище и канал когда она идет это чудище она как бы хватает как циклоп какой-то хватает людей маленьких и жрет вот эта энергия считывается также спрут и и там дальше я вижу что это это муха она вот так вот треугольником тоже вот так выстраивается как пирамидка еще кто-то есть сейчас но какой-то странный серый знаете кто это похож хорошо пусть людмила покажет условия этого контракта которая подписала с этими сущностями звучит как делить мир вместе с ними идет вот так вот такое движение как по вертикали и вот так пока тисанта ли я слышу делить мир разделять мир и вот идет вот это разделение на крестообразное это что они разделили наш мир и всего ну и все человечество тоже каждого человека фактически разделили на четыре части и левая нога не знает что делает правая правая нога не рука не знать что делает левая сознание подсознание живут своей отдельной жизнью тоже и она вот это осознает в том моменте она встает и вот так за голову что она натворила я говорю что она может расторгнуть этот контракт если она хочет я вижу что она снимает вот такие все пуговички то есть она эту одежду вот такие они такие знаешь вот как как будто бы резиновые берешь трогаешь она так плющивается она вот эти все пуговички расстегивает снимает эту сутану и вот сейчас начинает светиться и взлетает как ангел с крыльями хорошо я говорю чтобы она расторгла этот контракт и отправила всех этих интерферентов портал а также приказала им убрать все крючки и зацепки импланты и программы все то что они понаставили все что я не принадлежит и она куда-то вот тянется вот как сектор миссии да хорошо тогда идем сектор миссии пусть людмила покажет цель ее миссии насчет 3 ты увидишь 1 2 3 до вытащили какую-то штуковину огромную я вижу что это похоже как будто бы какая-то насекомое или птица вот так вот но мы летучая мышь вот что-то вот такое она вот так вот завернуто в чем-то и все такое слизь такая я его ставлю под колпак хорошо так есть читаю информации что это она считывается как матерь мира матерь мира но не нашего мира а антимира и она считывается как в недрах нашей нашего пространства вырастить эту матку я вижу что она не одна а сколько их мне приходит 4 но я смотрю на эту одну она такое как как недоразвитая это еще не вылуплен я вижу о людмилы появляются вот появляется какой-то сапог на левой ноге то есть вижу левую ногу и и она одета как какая-то ну скажем так по современному девушка одета хотя считывается какой-то доспехи меня на голове какой-то как шлем а здесь такая короткая юбочка она вообще-то похоже во всех как будто это мужчина воин какой-то древний но она девушка у нее длинные волосы и она вот так вот берет мечом и просто рубит посредине эту конструкции вот так здесь ноги где сектор магии вот здесь голова и вот опять эти сложенные лапки и все слизь такая противная она как рубанула она вот так вот по животу раздвоилась и сразу же это она превратилась такую энергию уже что там не считывается этой формы к кусочки и рассыпается а там какой-то кристалл появился да считай информацию что это за кристалл называется кристалл надежды так я и она берет и рубит этот кристалл надежды ну подожди это я считаю что это за ложная надежда надежда на ложь обман самообман гипноз и вот в этот момент она вытаскивает у себя из головы вот этот треугольник с этих глаз и там другой когда она разрубила этот сферу надежды то появляется краска штука как будто бы тоже сфера кристалл такой считаю информацию что это такое там считывается вера и считывается энергии и хохот такой дикий и показывается пальцем вот сектор интерферентов кто-то как будто бы так смеется вот так глаза закрывает голову вот так ха 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 вот и показывает левой рукой что вера не в творца а вера вот в этих демонов но я вижу что у нее вот так вот левая нога вперед и она а право и так вот назад я нас разгону снова как шандарахнула поэтому кристалл кристаллу и там появляется такое как змея вот так черная начинает извиваться вот так как будто бы стоит в пространстве вот так волнами так считай пока она это еще не разрубила она как будто бы змея на таком шести и это считывается как приковать внимание так и буквально я вижу что вот эта вера лжевера лженадежда вот вот там в 1 этом шесте такой как есть как кристалл и человек который смотрит на этот кристалл который вверху этот кристалл в его шестую чакру то есть третий глаз входит и естественно это становится призма через которую человек смотрит и камень спотыкания одновременно то есть когда человек обращает вот смотрит как на эталон на эти программы на это искажение то он спотыкается он уже не может быть чистым и честным и он не может видеть мир таким какой он есть и он отделяет себя от первоисточника я вижу что буквально она берет его как бы отломала от основы и скушала съела это почему она это съела сейчас я спрошу она показывает не вот сектор подписания но соглашение на миссию и она говорит что она должна присытиться этой ложью и и и я вижу как кто-то сыпется пита траву то есть это на физическом плане то что я там травили много раз как раз показывает как бы продублируется то что на эфирном плане происходит эфирном плане а разрешила это все в себя принять отравиться этими учениями этой ложью чтобы потом из себя это все извергнуть в общем на себе это все испытать да и я вижу как она ста становится такая знаешь вот такая была там богиня прекрасная тоненькая такая вся как спортзал а только что выпишула а здесь она вот это скушала и стала такая вот толстая просто и превратилась такой черный шар и и сейчас я вижу что она буквально сама изнутри себя там ремонтирует что-то делает я говорю что она сейчас может вот она вы вынимает из 3 как железный шар и положила вот сюда и и у нее как бы изо рта идет такая черная энергия как будто бы она изрыгивает но идет вот в одну сторону черная туда где интерференты а туда где сектор магии вот это белая то есть как гипноз и какие-то там вращения происходят вот и и это корона у нее как коронная чакра седьмая начинают такие вращения и она вот этот символ когда ей эту корону одевать вот так уходит и и естественно я седьмая чакра начинает работать я вижу как выходят черные энергии си энергетических центров сначала седьмой чакры потом шестой с пятой вот так постепенно сверху вниз все покидает но не только с этих центральных а вот эти которые находятся вот везде совсем странстве со всех она все выходит в она сейчас выполнила свою миссию восстановила а этот символ до символ знания было было заменено символ знания и символа знания было вот это переделано символ вера типа хорошо я вот сейчас она разрубила вот это все до конца я вижу что она как раздваивается над вами она снимает левый сапог он такой как побойский похож неровные края такой красноватый только на левой ноге она снимает этот сапог считывается как доблесть прилежность повиновение этим энергиям магическим и буквально затыкает этим сапогом там когда она вот это разрубила но так расчехлилась и начала какая-то булька там начинается бурление она этим сапогом закрыла это все и это бурление прекратилось как бы задохнулась и сейчас все сворачивается в трубочку и начинает уходить я говорю чтобы она освободила весь этот фрактал распространяем информацию передаем с нашего фрактала чистого первоисточника информацию об освобождении всем душам которые там залипли застряли заморозились в этом портале в этом символе смерти фактически это религия ложная эти ложные знания которые знаний там нет там просто вера потому что знания можно подтвердить вера ни на чем не держится это пустая болтовня и она вытаскивает какой-то вот как шлейф тянет тянет от первоисточника вот к сектору интерферентов я говорю чтобы она освободила сейчас я передаю всем информацию мы человеческое отделяем от нечеловеческого и все нечеловеческое вот говорят накрывается медным тазом она буквально вытащили вот этот фрактал от первоисточника который так бух это все ушло и и мы чистим она чистит я вижу что этот символ знания начинает ремонтироваться и там получается как появляются живые цветочки листочки такие зелененькие сначала а потом прорастают веточки а потом я вижу прорастают корни и между корней и вытекает кручей и он потек в одну сторону в другую и наполнил этой водой превратилось все в шар ну хорошо а Людмила в секторе миссии стоит вот так хух выполнила выполнила хорошо сейчас я говорю чтобы она почистила все свое физическое тело эфирные все свои тела расторгла все контракты и подконтракты все то что она нацепляла на себя в этом воплощении на счет 3 Людмила все это сделает 1 2 3 я вижу она ее душа как будто бы сидит сильно плачет бывает знаешь как какая-то произойдет беда а потом оказывается все хорошо вот она была в таком ужасе что она не сможет выполнить свою миссию все хорошо а сейчас она чтобы она встала и набралась сил энергии и она от третьей чакры отцепляет как как будто бы такой замок она она вот была в этом секторе в принципе ну как бы привязана к этому сектору угу я говорю чтобы она полностью освободилась от программы жертвы ну что интересно у нее же программа ну прямо считывается она жертвит но она не считывается в эфирном плане вероятно все светится вот так и постепенно вот так она таким слоем как-то все сверху вниз очищает хорошо ты говоришь так Вика сейчас пусть Людмила приведет все свои тела физические все эфирные тела в соответствии со своим эталоном эфирного ДНК на счет 3 Людмила все это сделает 1 2 3 да восстанавливает генетическую память она говорит мое тело живое живет живо да вот так и вот это снова считывается вот этот символ зеленого дерева и с этим ручьем кристально чистой воды а вода такая красивая кучерявая знаешь такие фракталы узорами течет цветы и листочки такие вот завитушки хорошо хорошо так посмотри сейчас на эфирное тело Людмилы опиши как она сейчас выглядит она почти очистилась но в секторе магии там вот эти монашки там стоят и они как бы продолжают там сыпать я говорю чтобы Людмила сейчас отказалась приказала этим колдуньям убрать вот программа смерти с стоит чтобы она приказала они вторглись в пространство и пусть забирают это все себе я вижу они вот открывают головы поднимают как птенцы которым большая птичка мама приносит корм и они открывают вот так одна за одной эти головы поднимают так рты как зёбики и этот весь яд эти все энергии в них сыпется они стягивают эти все программы себе чтобы Людмила очистила все свое пространство и отправила все эти энергии в портал на утилизации и приказала убираться им с их программами и всеми последствиями да и пусть призывает силы кармы на счет 3 она все это сделает 1 2 3 да уходит она поднимается вверх как всплывает я говорю чтобы она очистила все свое личное пространство от всех этих интерферентов энергий программ очистила все свое личное пространство я услышала голос ее сына он сказал наконец-то мама я говорю чтобы Людмила сейчас убрала все подключки и все негативные воздействия которые она делала по отношению к своим детям и к другим людям чтобы она почистила все свое пространство убрала все подключки и привязки ко всем людям и да пусть только оставила свое чистое днк да пусть она всем им передаст информацию о своем освобождении и уберет эти все привязки своего пространства на счет 3 она это сделает 1 2 3 она это делает я вижу как ее дети уходят из сектора интерферентов вот к сектору первоисточника я говорю чтобы она очистила все свое личное пространство и пространство своих детей потому что это ее фрактал и убрала все искажения уходит хорошо хорошо сейчас пусть передает информацию своим детям о своем освобождении я говорю чтобы она простила себя за все ошибки которые она допускала и она буквально берет таких детей обнимает плачет не надо плакать придет время и наш творец компенсирует все эти наши страдания которые мы перенесли ради освобождения нашей вселенной она передает она говорит деткам я так вас люблю они помирились вот эта энергия ушла которая была между ними негативная я говорю чтобы она посмотрела что там с дочерью и приказала убрать все энергии и воздействия от дочери все что она ну через нее пошло с детям так пусть она это сделает чтобы она все отсекала и отправляла в портал закрывала портал и очистила все свое пространство стерла со всех информационных полей все эти негативные события последствия и оставила только опыт а также почистила сферу своих детей и все свое личное пространство потому что она она чистая светлая душа и куда она не обратит только куда только она обратит внимание свое чего коснется ее рука ее разум пусть наполняется светом чистотой вечной жизнью энергиями вечной жизни любви да на счет 3 Людмила все это сделает и все это произойдет 1 2 3 я вижу что она это делает и снова появляется этот символ и внутри этого символа вот энергия любви истинной любви божественного божественной энергии которая движет рождает новые светлые меры уху так сейчас пусть Людмила передаст информацию о своем освобождении всему своему родовому древу всем кто там находится я вижу она вытаскивает как как будто такое такая заноза как будто топором кто-то рубанул вот даже считывается вот эта энергетика дерева вот ту ситуацию где она вот посвящение в каком-то воплощении приняла басонское посвящение вот хорошо и она это вытаскивает я говорю чтобы все крючки и зацепки она так вытаскивает а там такие тянутся я говорю чтобы ту первую ситуацию она тоже вытаскивала сейчас мы посмотрим что это пусть покажет что там происходило это самая первая ситуация зацепка на счет 3 ты увидишь один два три я вижу что молоденькая девушка сидит возле умирающей бабушки и эта бабушка как бы дает распоряжение или просьбу вот быть этой монахини или что она и буквально показывает вот место в эту в этот сектор магии я говорю что она может отказаться принимать выполнять волю этой бабульки да да я вижу что буквально она своими руками как бы расчехляет вот эту кожицу вот крылочки как бы знаешь у жука такой хитин вот она это все прямо хруст слышу такой и она достает оттуда такую вот какую то как червячок такой белый так что это такое считай информацию она считывается как соноза ну что то лишнее понимаешь это как сердцевина этого антимира и она снова это эту но она мертвая но не движется она снова его вот так вот этого червячка на двое и внутри такая черная как стержень снова и она говорит я убью тебя пусть она это сделает и она вот да и она вот так вот рубит эту иглу которая черная внутри как ну как и смея или как игла вот так вот напополам она это раздваивает это все и там такая спиралька появляется спиралька времени так и она достает из этой спиральки вот какое то пятнышко там как белое светлое как тарелочка на которой стоит вот эта спиралька так считывается как долото а что такое долото это вот это да бить да а почему это считывается какое значение имеет оно имеет что вот этим как бы вбивают антимир он как бы вбивает светлый мир вот это внедряет вот эту занозу и потом мир как бы начинает там вселенная начинает там как червоточек начинается там вот это процесс гниения это как червяк в яблочке да ясно хорошо пусть она сделает то что должна сделать появляется какая-то как горелка из сектора интерферентов то есть все начинает там гореть и оно сгорает я вижу как изнутри вот этот огромный шаг как будто бы кто-то латает наша вселенная вот эту пробоину зала заплатку делает то есть идет излечение нашего пространства из-за лечения этого фрактала искажения и в этот момент я вижу как с этой стороны со внешней вот так оно отцепилось и как ракета быстро-быстро полетела назад только не вперед головой скажем так ногами да так вошло так оно и выходит вот и отправляем это все на суд вселенных призываем силы кармы и даем свое разрешение на полную аннигиляцию всего этого чужеродного низковибрационного антимира антимира да насчет 3 мы это сделаем 1 2 3 какой-то еще белый шнурочек тянется в эту к нашей вселенной как фитилёчек снова огонь что это за огонь сейчас считаем хорошо я она считывается как этот опасность которая исходит от самих людей которые как бы интерференты ушли а люди вот в их душах вот это еще осталось в этих служителях тьмы но я передала информацию я вижу как появились какие-то сущности существа скажем которые образно говоря затушили этот огонь вот и огня нет и это ну вне нашей вселенной а дым стоит стоит такой сбоку такой дым что она значит считает она считывается как память иммунитет прецедент то есть вот этот дым символизирует значит опыт который пережили эти вселенные и отвергли абсолютное зло и этот дым символизирует я вижу как люди сущности вот такой рядочек вот они идут так в очереди подходит первый голову он отклонил кто-то пух отсек голову следующий то есть идет уничтожение значит что служители да начинается казнь этих служителей темных да да подтверждение идет то есть разделение произошло и сейчас начнется да мы передаем информацию с тобой всем вселенным нашей вселенной нашей планете я вижу что буквально она называется развязать руки и вижу огромную какое-то существо такое огромное но тоже стилизировано да и она берет вот так вот хватает этих темных людей и вышвыривает через этот открытый портал вышвыривает вышвыривает и очищает все наше пространство от всех тех людей которые выбирают власти демонов за демонократов которые голосуют которые хотят власти антимира это незаконно потому что они находятся на чужой захваченной территории здесь мы хозяева пространства и мы хозяева своих решений да все вот так зашла я в момент когда все завершено и я слышу обновление мира я вижу как все пространство и как вся вселенная наша начинает как расцветать отлично хорошо так посмотри сейчас на эфирное тело Людмилы как она сейчас выглядит я говорю с ней и она говорит что ей нужно много работать на физическом плане хорошо хорошо так давай еще пару моментиков так сейчас пусть Людмила покажет есть ли у нее блок предательства родственной души или уже нет она показывает что она вот это этот сапог выпросила то есть это потому что это на самом деле предательство себя родственная душа это как предательство себя и родственной души и предательство бога творца это одно и то же да так хорошо хорошо тогда пусть Людмила передаст информацию о своем освобождении кому она еще захочет передать вот она очень стревожена она рада она так благодарит нас с таким знаешь трепетом она она говорит чтобы я и пообещала что что я научу Людмилу от этих блоков избавиться она мне показывает вся левая сторона ее тело физического как будто бы вот так вот покручена да и правая нога а руки вот так вот выглядит вот так вот так вот это энергии физического плана и мы не можем работать в эфирном плане то есть это работа сознательной части да мы сейчас расскажем что делать да хорошо века тогда спроси мы все для нее сделали на сеансе сегодня да хорошо тогда будем с ней прощаться от такая чудесная какая-то она вот так чем-то махнет рукой сразу какие-то звезды получается какое-то свечение хорошо 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 тогда мы с ней прощаемся отсоединись от всех от всего я вот я ну Спасибо.